Ретро, ретро, эсэр Ретро, эсэр Ретромания с Андреем Разиным У Иры очень серьезная, очень трудная жизнь И в области личной жизни Она такой человек очень неординарный И когда Ирина вышла замуж И 17 октября 1984 году Ирина родила сына Назвали его Энтони Это было такое название, почему? Потому что у Иры был муж Он был нерусский И естественно он настоял на этом имени Но жизнь, конечно, не получалась Потому что очень серьезный был подход у него Он практически выстраивал свое понимание Своей жизни личной И поэтому Ира практически бросила заниматься музыкой Из-за этого она перестала выходить на сцену Она практически погрузилась полностью в семью И в связи с этим у нее сократились концерты И она не смогла уже быть той звездой Которой она должна быть в нашей эстраде Я считаю, что это тот случай, когда артист отдает себя практически полностью семье Ира отдала себя семье И в этом отношении, конечно, она много очень потеряла Из телефона я бессмысленно кручу А я треноны набираю, не хочу Сегодня вечером ко мне приедут друзья Я больше не хочу Я больше не хочу Я больше не хочу Ничто скрывать Я больше не хочу Ничто скрывать Я больше не хочу Как прежде жить Я больше не хочу Деревять Деревять Ну почему, ну почему мы так живем? И мы все дальше, друг от друга с каждым днем Ну почему, ну почему нам надо лгать? Автор сказал, что мы или кого должны скрывать Я больше не хочу Дальком любить Я больше не хочу Ничто скрывать Я больше не хочу Как прежде жить Я больше не хочу Деревять Я больше не хочу Дальком любить Я больше не хочу Ничто скрывать Я больше не хочу Как прежде жить Я больше не хочу Деревять 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 В 1994-1995 годах она вела телевизионную программу «Фитнес-класс» Ирины Понаровской. Это ее очень сильно увлекло, и она разработала собственную гимнастику и методику правильного питания. Человек, которая уделяла всегда внимание своей внешности и всегда стремилась при любой возможности, она всегда вот «Андрюшечка, а что ты кушаешь, Андрей? Вот надо вот так. Вот ты утром обязательно съешь овсяную кашу». Знаете, вот такая вот ее забота всегда о здоровье, это говорит прежде всего о том, что вот несмотря на то, что вот сколько вот ей уже лет, но она так выглядит молодо, выглядит всегда такая подтянутая, только потому, что совершенно точно и четко она знает все, что нужно сделать для того, чтобы человек был красивый. И когда мы с ней всегда встречаемся, она говорит «Андрюша, ну что ты себя распустил? Ну я тебя очень прошу, ну хотя бы плавать, хотя бы плавать». И уговаривает меня все время плавать. Я говорю «Ир, ну стараюсь ей как-то сказать, ну лето бывает короткое, ну есть же еще и бассейн, море морем, ну есть же бассейн, надо как-то двигаться, обязательно. Продолжение следует... 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 Ретромания с Андреем Разиным Продолжение следует... 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 Ищущий. Ищущий. Могли! Ищущий. Нету! Нету! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...